Девушки отдыхают День коронации Эцли приближается. Скоро он станет мужчиной и начнет свой путь становления королем Пайтити. Этот день обещает быть просто чудесным. Мы сражаемся с Амару и его сектантами в надежде на этот день. Иногда нам всем нужно вспомнить, за что мы сражаемся. Я могу чем-нибудь помочь? Когда отец Эцли Сайри погиб, Унурату оказала мне большую честь, попросив взять на себя его обязанности. Одна из них — собрать три священных предмета для церемонии, но… Но столько всего происходит, что ты этому не рад. Что за предметы? Это амулет спасителя, лук победителя и рог короля. Каждый предмет несет в себе благословение предков. Скажи, что нужно, я сделаю, что смогу. Я уже отправил людей за амулетом и луком. Но если бы ты могла найти Кабила, ремесленника и забрать у него рог короля, мы были бы тебе очень признательны. С ним нелегко, я отправил к нему уже двоих и ничего. Вдруг ты сможешь? Поговори с его женой. Думаю, я с этим справлюсь. Будь осторожна, у Кабила тяжелый характер. Но его жена Абра как-то с ним справляется. Будь осторожна. Будь осторожна. Будь осторожна. Папа, папа, иди сюда. Это Ишик. Что тебе надо? У нас сейчас нет времени на восстание у Нурату. Ты Кабил? Учу прислал меня за рогом. Рогом короля? Возвестить начало будущего? Можешь взглянуть, что это будущее сделало с моим настоящим. Уходи. Сектанты узнали, что мой папа делал рог. В наказание они отравили наши посевы. И мама заболела. Мой брат Куали пошел на рынок, чтобы достать целебных трав, но не вернулся. Это ужасно. Давай я попробую отыскать твоего брата и достать нужные травы. Спасибо. Знаешь, что случилось с Куали? Нет? А что случилось? Прости. О, Ишик, чем я могу помочь? Я ищу Куали, сына Кабила. Бедный мальчик. Чемали, прислужник Кукулькана, держит его в клетке на рынке. Он ждет, когда придет Ахау и накажет мальчика. Спасибо. Удачи, Ишик. Заткнись, мерзкий воришка. Какой опасный преступник. Рыночный вор. Сегодня он ворует, а завтра может убить. Как-то через черт, ты не думаешь? Хочешь знать, что я думаю? Я думаю, надо взять и утопить этих крысенышей. Всех до одного, особенно Юмила. Да, его отец змеиный страж, но он-то нет. Воришка будет наказан. Ну же, давай. Мимо. Эй, привет. Эй, ты Ишик? Чужестранка, да? Да, приятно познакомиться. Здорово. Меня зовут Емил. Во что играете, мальчики? Мы не играем. Мой отец – жрец из змеиных стражей. Я взял его церемониальный нож, чтобы показать друзьям. И это заметил Чемали, страж. Чемали знал, что отец будет в ярости, когда не найдет ножа. И забросил его туда. А нож там застрял. Я попробую помочь. О, правда? Спасибо. Спасибо, Ишик. Пожалуйста. Эй, погоди минутку. Взрослые все время прогоняют нас. Но ты помогла. Что тебе надо? Тш-ш-ш. Я поговорю. Чего ты хочешь, Ишик? В смысле, чем мы можем отплатить тебе за помощь? Я хочу помочь Куале. Слишком поздно. Его приговорили к смерти. Ничего не поделаешь. И Чемали страж тебя ненавидит. Чемали погонится за вами, если его подразнить? Что? Если он покинет пост, я смогу помочь Куале. Да, мне нравится. О, скажешь Куале, что мы ждем его в пещере? Он поймет. Там его не найдут. Конечно. Идем. Аста, Райми, со мной. Самин, прикрой нас. Встретимся в пещере. Отойди, Ишик. Мы сейчас все устроим. Чемали, ты трус. Ты сдохнешь рабом. Иди сюда и отведай моего ножа. Ха-ха, да. И ламь их какашек. Бежим, бежим. Воришка будет наказан. Прошу. Это просто трава. Умоляю. Я трав. Твой брат рассказал о твоей беде. Стой. А ты кто? Я та, кто хочет помочь. Я не хотел, чтобы так произошло. Я просто хотел, чтобы мама поправилась. А где травы? Дай их мне. Я вылечу твою маму. Беги, твои друзья ждут тебя в пещере. Спасибо. Вот они. Я побегу как можно быстрее. Коали свободен, а у меня есть трава для твоей жены. Правда? Ты пришла вылечить ее или обменять их на рог короля? Вот. Это тебе поможет. Боги с тобой, Ишик. Кабил, перестань быть засранцем. Отдай ей рог. Вот. Во славу будущего короля. Спасибо за все, что сделала. Спасибо. А-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а. Ушла последняя, вернулась первая. И он и не врал насчет тебя. Рог короля. Как просил. Были проблемы с Кабилом. Ты был прав насчет его жены. Она знает, как до него достучаться. Спасибо тебе. Конечно. Учу, что это значит? Ушла последняя, вернулась первая. Люди, которых я послал за остальными вещами. Прошло три дня, но никто еще не вернулся. Ты думаешь, что-то случилось? Я больше всего волнуюсь за Квенти. Он молод, любит рисковать. Прыгает в воду, не зная глубоко ли там. Я видел таких. Иона. Иона прав. Это точно про Квенти. Не надо было посылать туда Квенти. А где это? В старый резервуар. Там спрятаны останки Манка от сектантов. Кто такой Манка? Манка был фермером, который спас предков Сайри и Амару из Куска много лет назад. Его зовут Спаситель Народа. Для коронации нужен его амулет. Зачем Манка спрятали? Последователи Манка называли себя Орденом Спасителя Народа. Этот Орден поднял Ластане. Когда секта Кукулькана захватила власть, то хотела уничтожить Орден. Манка сокрыли в надежном месте и оберегали. Но со временем Орден пришел в упадок, и это место было забыто. Если хочешь, я поищу Квенти. Ты уже много сделала. Вернуть нам Рок Короля было очень благородно. Мне несложно. Может, Квенти покажет мне лучшие места, где можно броситься в воду. Не обнадеживай его. В резервуар можно попасть через пещеру над белым деревом. Иди по тропе, она тебя приведет. Говорю же, верю. Эй, Лара, иди к нам. Говорю же, верю. Учу сказал, что вход в резервуар в пещере над белым деревом. Иди к нам. Вот и вход. Во время ожесточенного боя, человек, в жилах которого текло два вида крови, бросил на землю оружие и, произнеся пламенную речь, убедил остальных воинов сделать то же самое. Они пошли за ним с поля боя в город и там обезглавили нескольких торговцев, чья вражда и привела к войне. Девушки отдыхают. Распространение болезни удалось сдержать, и вскоре мы узнали, что Лопес приходил и ушел. Некоторые заподозрили предательство, а другие беспокоились за его жизнь. У нас был только один вариант оставаться в городе. Доводов в пользу этого было два. Либо мы будем готовы, когда Лопес придет в себя и вернет артефакт, либо здесь будет идеальная точка для продолжения поисков. Мы заключили договор с царем. Мы станем его телохранителями, его врачами и священниками. Здесь изображено паломничество из великого города. Должно быть, эта манка выводит предков жрицы из куска. Тут сотни лет никто не бывал. Должно быть, это то самое манка. Возможно, это чучело царя народа. Возможно, секта Кукулькана украла его, чтобы жители Пайтити ему не поклонялись. Или же он получил его в качестве платы за защиту. Останки спасителя народа увезены в неизвестном направлении. Нам сообщили, что сектанты крадут различные объекты и артефакты, чтобы держать жителей в повиновении. Мы не допустим, чтобы тоже произошло и сманка. Место упокоения манку. Подозрительное место. Похоже, нашествие мёртвых. Этот орден прячет манка от секты Кукулькана. О, чёрт! О, чёрт! Тут видно, как в усыпальницу кладут погребальных кукол, горшки, ткани. Это не просто тайное убежище. Это гробница самого ордена. КОНЕЦ КОНЕЦ Когда резервуар заделали, членов ордена оставили внутри, как стражей. Столько костей. Они пожертвовали собой, чтобы сохранить тайну. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Привет, Манку. Так, где же амулет? Так, надо вернуть это Учо. Сквозь стену сочится свет. Наверное, там есть ещё запечатанный проход. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Лара, не хочу тебя просить, но... Но могу ли я достать лук победителя? Это большая просьба. Этот предмет сложнее всего найти. Зан был одним из лучших. Можно спросить, что в этом луке особенного? Предки вождя Унурату вырезали его из первой сейбы, которая выросла в диких джунглях. Его передают из поколения в поколение. Унурату вручила его Сайри, отцу Эцли, в день их свадьбы. Он символизирует единство двух семей, но много лет назад он пропал. Его забрал Нагваль. Нагваль? Это кто-то, кто умеет превращаться в животное, верно? Да. Он рыщет в джунглях за городом. Лук так понравился ему, что он обманом забрал его у Сайри. Эцли – истинный владелец лука победителя. Без него ему не стать царем. Хорошо. Куда идти? Спасибо. Вход находится прямо на другой стороне, вверх по берегу реки. Не волнуйся. Я постараюсь найти лук. Я постараюсь вытягиваться, что на верхней улице, чтобы забраться вопросы увидело. Продолжение следует... Продолжение следует... Странно, добыча не съедена. Любое животное могло её съесть, но никто не осмелился. Похоже на алтарь для жертвоприношений. Продолжение следует... Если лук победителей можно где-то найти, думаю, он здесь. Продолжение следует... 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 Лук победителя. Последний шаг на пути к великому будущему Пайтити. А что с Нагвалем? Ты его видела? Да. Он мёртв. Скажи, какой облик он принял? Он был Ягуаром. А, самый могущественный облик. Он счёл тебя достойным противником. Учун, Нагваль давно поселился в этих джунглях? В детстве нас пугали сказками про него, чтобы мы не уходили за пределы Пайтити. Но когда Амару пришёл к власти, Нагваль осмелел. Ты веришь, что Амару повелевает Нагвалем? Да. Долго он держал нас в страхе. Хватит. Ты совершила подвиг ради будущего Пайтити, Лара. Ты окажешь мне великую честь, посетив обряд королей. Пайтити, что это за честь? Возьми. Это тебе. Это часть доспехов Сааре отца Эцли. Пусть они станут символом твоей храбрости. Прошу, возьми. Спасибо, Уча. Рог короля призывает всех вас стать свидетелями нового начала! Добро пожаловать на обряд королей! Эцли, сын Унурату, сын Сайри, подойди. Амулет Спасителя хранит в себе мудрость твоих предков. Слушай её, и твои решения всегда будут беспристрастными и милосердными. Лук Победителя хранит в себе силу твоих предков. Уважай её, и твоё правление будет всегда честным и благородным. И, наконец, ты, юный Эцли, хранишь в себе будущее. Будь деятельным и решительным царём. Дари надежду, дари любовь. Не жди, когда благодать опустится на нас с небес. Но сделай всё, что в твоих силах, чтобы твой народ обрёл её благодаря тебе. Народ, пойдите! С великой гордостью представляю вам Эцли, сына Унурату, сына Сайри и вашего царя! Субтитры создавал DimaTorzok